Здравствуйте! Вы смотрите новости Самары на телеканале ТЭРА в студии Алексей Елхимов. Информационная картина дня глазами журналистов нашей телекомпании. КОВИД не щадит. Коронавирусом заражаются президенты и министры. Задушенные водоемы стали известны первой версией причины гибели сотен тысяч рыб в Чапаевке. Новая Старая Загора. В Самаре идет комплексный ремонт городских магистралей. Растем вместе. Самарские депутаты сажают деревья вместе с первоклассниками. Будущее самарской драмы. Эксклюзивное интервью с автором проекта реконструкции. Дональд и Мелания Трамп заражены коронавирусом, а о положительном результате тестов президент США сообщил в своем твиттере в ту ночь, когда общее число заболевших в мире превысило 34 миллиона 200 тысяч. Инфекция не щадит ни президентов, ни министров. Накануне о своем диагнозе рассказал в социальных сетях и глава Министерства здравоохранения Самарской области Армен Бинян. Его случай, вероятно, вошел в общую статистику по региону. 12-й день к ряду губерния находится в коридоре от 110 до 112 зараженных. Сегодня оперативный штаб сообщил о том же количестве диагнозов, что и накануне – 112. А вот смертей стало больше. Скончались 5 человек, двое мужчин и три женщины в возрасте от 35 до 83 лет. У всех было больное сердце. Общее число летальных исходов в регионе достигло отметки 199. Излечились за минувшие сутки 87 самарцев. В России впервые с конца весны число новых случаев заражения COVID-19 превысило 9 тысяч. Точнее, это рекорд после 17 мая – 9412 диагнозов за 24 часа. Зафиксировано 186 летальных исходов, и это максимум после 11 июля. Инфекция унесла в России уже более 21 тысячи жизней. Тем временем Самарскую гимназию номер 54 закрывают на карантин. Родители учеников оповестили об этом через сайт школы. Информацию о внеплановых каникулах подтвердил журналистом «Терры» директор учебного заведения Вячеслав Бачков, который и сам неважно себя чувствует. Продолжит тему Ольга Хомракулова. Классы Самарской классической гимназии номер 54 в воскресенье через месяц после почти полугодового простоя, связанного с ограничителями мероприятиями, а затем и каникулами, в понедельник снова опустеют. С 5 по 18 октября объявлен карантин. Причина – неконтролируемый рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Нет, не уточнили. Просто сказали, что карантин. Если надо, будем сидеть, будем заниматься дома. Это правильно. Если такая необходимость. Здоровье важнее. Уже сегодня 14 классов находились на карантине. Директор школы Вячеслав Бачков тоже сейчас на больничном. Потому что, во-первых, учителей много болеют, а детей. Все, больше ничего. Это как обычное ОРВИ? Обычное ОРВИ и как обычно по карантинку ОРВИ. А то, что под коронавирусом кто-то сдал? Ничего у нас, никаких пока нет подтверждений. Ничего. Просто болеют. По официальной информации администрации Самары, двухнедельный карантин вводится в связи с тем, что в учебном заведении превышен 20-процентный порог заболеваемости. Из 1089 школьников в пятницу на уроки из-за болезни не пришли 268, что больше четверти от общего числа учащихся. В субботу, 3 октября, школьники будут учиться дистанционно. А вот затем уроков и в таком формате не будет, говорят родители. Как и дополнительного образования, занятий в кружках и секциях. Тера будет следить за развитием событий. Появились первые версии причин массового замора рыбы в реке Чапаевка. Где, напомню, две недели назад погибли почти 200 тысяч особей. При этом на фоне расследования конкретного экологического ЧП всплывают и другие. Комиссия, которая занимается оценкой ущерба и выявлением причин происшествия, должна в течение месяца вывести виновников на чистую воду. Впрочем, Олег Кузнецов убедился, что в Чапаевке ее нет. 183 тысячи лещей, щук, окуней, уклеек и платвичек в Чапаевке умерли своей смертью. Это предварительный вывод экологической комиссии, которая сейчас расследует массовый сентябрьский замор рыбы. Кислорода в воде оказалась в 10 раз меньше нормы. В это время года мы вообще очень редко отмечаем подобные заморные явления. Возможно, что замор случился в какой-то застойной зоне этого водоема по неизвестным пока причинам. После того, как часть рыбы начала отмирать, из-за того, что происходит естественный процесс гниения, кислород расходуется на это, и, соответственно, кислород стал падать в уровне кислорода в воде растворенного, и уже погибла оставшаяся рыба. В разнообразные причины могут быть. Как техногенные, как токсикологические. Это в процессе мы выясним как раз. У местных экспертов есть своя версия причин экологического ЧП. Отказ города от обслуживания гидротехнического сооружения, построенного в советское время. Этот вал защищает Чапаевск от большой воды со стороны Волги. С его помощью регулировали уровень водоемов и обеспечивали между ними регулярный водообмен. Это все, что осталось от насосной станции. А это так называемая задвижка, которую регулярно заваривают, либо засыпают мусором. А раз нет циркуляции воды, возникают застойные явления. Все затухло, загибло, все в виде сосуственной кислорода. Водоросль, которая синий-зеленый, бурзеленый, просто задушила рыбу. Решение перекрыть ее, скорее всего, я так думаю, это приняла администрация города. Ввиду того, потому что я вел с ними переписки, чтобы ее открыли, мне ответы давала администрация именно города. Многочисленные ерики, речки и озера в районе Чапаевска составляют с Волгой единую систему сообщающихся сосудов. Это, кстати, озеро Ильмень. Когда-то здесь был местный парк культуры и отдыха. Горожане любили здесь гулять с детьми, устраивали свадебные фотосессии и рассказывают, что здесь был огромный пляж с глубиной водоема до 9 метров, в том месте, где стояла вышка для прыжков в воду. Город отказался от парка культуры и отдыха. Автобус сюда больше не ходит. Сейчас Ильмень мертв. Озеро заилилось, берега заросли, а в воде из живого только сине-зеленые водоросли, уничтожающие кислород. Они же могли убить рыбу и в Чапаевке. Водилась и рыба, и раки. Мы пацанами ходили сюда, ловили раков. Они постоянно, каждый год обновлялись. И было немерено. То есть, если с маской ныряешь, там немерено раков. И потом становилось все хуже и хуже. Логику тех, кто отказался от содержания гидротехнического сооружения и парка культуры, можно понять. Оптимизация расходов. При этом ответственные за экологию в администрации Чапаевска отказались комментировать ситуацию, которая складывается с местными водоемами. В открытых источниках можно найти информацию, что только в рамках муниципальной программы на улучшение экологической обстановки заложено около 4 миллионов рублей. Выделяются средства областного и федерального бюджета, в том числе в рамках национального проекта «Экология» и его региональных составляющих «Чистая страна» и «Оздоровление Волги». На что идут деньги, мы обязательно выясним. Интересует это, по некоторым данным, не только нас, но и силовиков. Кстати, запах разложения по берегам Чапаевки за две недели никуда не делся. Самарская область заняла второе место в России по объемам расчистки лесных территорий, сообщает пресс-служба регионального правительства. Сохранение леса – одна из основных задач национального проекта «Экология», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, говорится в сообщении. Последние три года уборка в самарских лесах ведется передовыми по меркам страны темпами. Региональный Минлесхоз обосновал и получил федеральное финансирование, за счет которого два года назад в регионе расчистили 122 гектара лесных массивов, а в прошлом – 190. В планах на 2020 год почти 300 гектаров. На территории Новобуянского лесничества сейчас продолжается уборка неликвидной древесины на площади 64 гектара. Это поваленные ветром, либо зависшие деревья мягколиственных пород и трухлявые твердолиственных. Они не пользуются товарным спросом у населения, поэтому подлежат утилизации. Их попросту сжигают. Ну а в Самаре тем временем высаживают новые деревья. В преддверии дня учителя первоклассники школ всех районов столицы губернии вместе с депутатами городской думы участвуют в экологической акции «Растем вместе». О людях дело расскажет Максим Магомедов. Первоклассники вместе со своими учителями и представителями общественного движения «Люди дела» высаживают деревья. Инициативу поддержала глава города Елена Лапушкина, которая выразила надежду на то, что к акции присоединиться еще немало неравнодушных самарцев. Школы города охотно откликнулись на предложение вместе высадить аллеи учеников. Эта инициатива направлена на то, чтобы город наш стал лучше и краше. Социально значимая акция «Добрые дела для народа». И как хорошо, что сегодня наши маленькие малыши первоклассники сажают дерево с учителем и придут домой и расскажут нашим родителям, бабушкам и дедушкам, что сегодня наши школьные дворы стали намного зеленее. Руководитель городского образования отметила, что когда училась, в 94-й школе сажала деревья на этой аллее. Благодаря подобным акциям дети могут научиться работать в команде. Пока одни закапывают саженец, другие стоят на готове с лейками. Для детей, особенно для наших первоклассников, очень важно познавать окружающий мир. И познавать его не только на уроках, в кабинетах, но и вот так, как мы сегодня проводим акцию с инициативными молодыми людьми неравнодушными к нашему городу. Акция называется «Растем вместе». Она направлена на то, что в каждом районе, в одной, в двух школах с первым классом в преддверии Дня Учителя мы сажаем с первыми классами, с их первыми учителями, классным руководителем по дереву. Вместе со всеми в акции пожелали участвовать многие учителя и директора школ, отметив, что в последнее время в городе убрали много аварийных деревьев. На смену им приходят молодые березы, каштаны и рябины. Мы с первоклассниками в различных районах школы города сажаем деревья, то есть дерево класса, дерево первого А, первого Б и так далее, чтобы дети бережно относились к природе, к пространству, в котором они живут, находятся, чтобы дальше они ухаживали за деревьями, поливали их. Проект «Люди. Дело» направлен на воспитание ответственного отношения к общественному пространству, к своему двору, городу и стране. Пока ребята ходят в школу, они будут ухаживать за деревьями и расти вместе с ними. О других событиях в нашей рубрике «Новости» короткой строкой. Счетная палата Самарской области выявила нарушения в деятельности государственного унитарного предприятия «Экология». В прошлом году его расходы увеличились вдвое, а за шесть месяцев 2020-го выручка упала на 6,5%. На снижение показателя повлияло сокращение поступлений отходов. Ёмкость полигона практически исчерпана. Прием осуществляется только на четвертом ярусе из пяти спроектированных. Установлено, что при получении мусора должным образом не проводится проверка соответствия вида, объема и веса отходов. Существует риск заполнения прудов-накопителей, которые не смогут удерживать поступающий фильтрат, а его выход за пределы водоемов может привести к негативному воздействию на окружающую среду. Возможны экологические риски в результате разгорания так называемых «мазутных озер» – мест слива отходов нефтяной промышленности. Мазутные озера не являются собственностью области и не закреплены за предприятием «Экология» на праве хозяйственного ведения. Границы участков под тремя озерами не определены, территория не огорожена, доступ не ограничен. Предприятие «Экология» находится в ведении регионального министерства энергетики ЖКХ. Директор Константин Реднов, бывший владелец действующего регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами компании «Экостройресурс». Материалы проверки направлены к губернатору и в Губернскую думу. Томографы не выдерживают напряженные работы, сообщает региональный Минздрав. В этом году нагрузка на них существенно увеличилась. Уже выполнено в 8 раз больше исследований, чем в прежние годы. По данным ведомства, выделены средства на закупку компьютерного томографа в больницу имени Середавина. А еще 7 приборов в срочном порядке отремонтируют. Компьютерная томография, позволяющая выявить пневмонию, успешно используется в комплексной диагностике COVID-19. Она позволяет своевременно диагностировать патологию и выявить степень поражения легких вирусом, чтобы потом незамедлительно начать лечение. Семьи из Кеннельского района, которая унаследовала вместе с приемными детьми еще и двухмиллионную ипотеку, подарят квартиру. Россельхозбанк оставит девочкам-сиротам жилье, купленное их умершей матерью. Как уже сообщала Терра, девочек удочерили прошлым летом. В Чапаевске, помимо однокомнатной квартиры матери, они унаследовали еще и ипотечную двушку. За первый числился коммунальный долг в 50 тысяч рублей, о котором приемные родители знали и планировали погасить. За второй, помимо коммуналки, долги по ипотеке и штрафы, что оказалось большой неожиданностью, всплывшей после удочерения. После публикации в СМИ к решению вопроса подключились депутат Госдумы Александр Хинштейн и прокуратура. Сначала шла речь о том, что банк и усыновители заключат мировое соглашение, согласно которому кредитное учреждение заберет проблемную квартиру и простит долг. Но в итоге дело приняло другой, еще более благоприятный оборот. Долг не просто прощен, но и квартира осталась за детьми. Самарская область, по данным портала бронирования санаторий России, заняла третье место в Поволжье по стоимости осеннего отдыха. По данным аналитиков, день в лечебно-профилактических учреждениях региона с прожиланием, питанием и лечением обходится гражданам в среднем в 3000 рублей. Дороже лечиться и отдыхать только в Мурте и Башкортостане. 3200 и 3400 рублей соответственно. Самые доступные санатории в Мари-Элл – 1950 рублей в сутки. 2100 нужно заплатить за санаторный отдых в Оренбуржье. Как отмечается в сообщении, прошедшим летом Роспотребнадзор выдвинул драконовские требования к режиму в здравницах, что никак не способствовало их популярности. Вскоре ограничения существенно смягчили, и это спровоцировало спрос на отдых, прежде всего в Краснодарском крае и в Крыму. Другие направления не смогли похвастаться высокой загрузкой, пока Ростуризм не запустил программу кэшбэка. Акция продолжалась ограниченное время, но после анализа ее решили продолжить. Новый туристический кэшбэк уже начался. Каждый, кто приобретет путевку, может получить возврат 20% ее стоимости. В России предложили ввести кэшбэк из-за пользования фитнес-услугами. Соответствующее письмо в адрес премьер-министра Михаила Мишустина отправила Ассоциация операторов отрасли. Объем рынка до введения ограничительных мер достигал 170 миллиардов рублей, говорится в документе. Из-за пандемии около 20% фитнес-клубов разорились, спрос на услуги снизился почти на 40%. Расходная часть увеличилась, а доходы упали в два раза, подсчитали бизнесмены. Для восстановления индустрии здоровья они предложили распространить практику возврата гражданам части потраченных на занятия спортом средств в размере 20%. Это позволит стимулировать спрос и не только сохранить существующих клиентов, но и увеличить число занимающихся спортом в стране. Подобный кэшбэк положительно зарекомендовал себя, например, в туризме. В Самаре действует около 90 фитнес-клубов, четверть из них с бассейнами. 15 июля залы возобновили работу с рядом ограничений. Они могут принимать только пятую часть клиентов от потенциальной способности и не более 10% от возможного числа зрителей. В залах нанесена разметка по нормам Роспотребнадзора. Во многих клубах закрыли часть душевых и раздевалок. Каждый пятый субъект малого и среднего бизнеса из отраслей, наиболее пострадавших во время пандемии коронавируса, воспользовался правом досрочного расторжения договора аренды, сообщили в аппарате уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей. 8 июня испытывающие сложности бизнесмены получили возможность досрочно отказаться от аренды площадей, если не достигли соглашения с владельцами об уменьшении платы или ином изменении условий сотрудничества. Если арендатор заключил договор до введения ограничительных мер и решил его разорвать до 1 октября, штрафные санкции и убытки с него не взыскивали. Власти решили не продлевать срок действия послаблений. Те, кто хотел, от обязательств уже освободился, а продление срока действия по облажив привело бы к давлению уже на арендодателей, считают в аппарате бизнес-омбудсмена. Кроме того, 1 октября для организации малого и среднего бизнеса истек срок предоставления осрочки по арендным платежам и за федеральные имущества. В Самаре продолжается комплексный ремонт улиц. На завершающий этап выходят двухлетние обновления улицы Старозагора, о гладких тротуарах и дополнительных парковочных местах расскажет Ольга Хомракулова. Анатолий Юматов живет на улице Старозагора 45 лет. С нетерпением ждет, когда закончится ремонт тротуара, чтобы прогуливаться до любимых Воронежских озер. Сегодня бригады рабочих сосредоточили как раз в районе перекрестка с улицы Воронежской, где на пешеходных зонах укладывают асфальтобетон. Из 24 тысяч квадратных метров осталось обновить тысячу. Да меня вообще давно уже это радует. Говорю, слава богу, за этот участок взялись. Вот, там сделали. Вот здесь сегодня иду в магазин. Вы знаете, слышу что-то шумит, думаю, на асфальт кладут. Точно. И вот смотрю прям, ну как это говорится, желание в руку. Еще 9600 квадратов выложены плиткой, которую использовали с учетом пожеланий местных жителей. Комплексный ремонт улицы Старозагора в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вышел на завершающую стадию. В прошлом году преобразился участок Старозагора между улицами Советской армии и Нововокзальной. В этом сезоне завершают обновления от Нововокзальной до Ташкентской. Почти 5 километров. Еще летом выполнены работы по фрезерованию, усилению проезжей части дополнительным слоем асфальтобетона, где она ослабла из-за интенсивной эксплуатации. Нанесена разметка, смонтирован бортовой камень. Отремонтировано межрельцевое пространство. 7 лет назад здесь ремонтировали проезжую часть, но гарантия уже закончилась. В настоящее время объект выполнил на 98%. Непосредственно выполнен ремонт покрытия проезжей части, ремонт тротуаров, ремонт газонов, установка новых парковочных карманов, ремонт старых остановочных карманов, замена инженерных коммуникаций. Отремонтированы въезды и парковки. Создано порядка 2000 квадратных метров дополнительных парковочных мест. Продолжится установка дорожных знаков и пешеходных ограждений. Городские власти контролируют все этапы проведения работ, начиная от температуры нагрева смеси и заканчивая количеством прохода катка. Через сутки после укладки приезжает дорожная лаборатория и отбирает керны асфальтобетонного покрытия. Работа принимается только в том случае, если образец проходит все испытания. Тот же подрядчик занимается санитарным содержанием автодороги и прилегающих территорий согласно контракту жизненного цикла, впервые заключенному в Самаре в прошлом году. Дорожники заинтересованы в том, чтобы все элементы служили горожанам как можно дольше, не требуя гарантийного ремонта. В Самаре в эти дни решается судьба одной из главных достопримечательностей. Академический театр драмы имени Горького ждет реконструкцию, но как именно он изменится, до сих пор неизвестно. Специалисты выносят различные предложения на открытые градостроительные советы, но прийти к общему знаменателю пока не могут. Автор проекта реконструкции Самарского театра драмы Дмитрий Орлов дал эксклюзивное интервью нашему телеканалу. Смотрим. Восстановить исторический облик параллельно расширит функционал. Такие задачи стояли перед авторами проекта реконструкции Самарского драм-театра. Работу архитектора начали в декабре 2019 года и сейчас решают, как будет выглядеть обновленное здание. Перед нами сейчас развилка. Мы можем взять за основу проекта 1967 года и оставить здание в том виде, как мы его сейчас видим. То есть вот эти красно-белые детали, упрощенный декор. Или восстановить его исходный вид. Здание Самарского драматического театра в псевдорусском стиле возвели в 1888 году по проекту архитектора Михаила Чичагова. Теперь, чтобы восстановить красоту конца 19 века, необходима ювелирная работа. Восстановить две утерянные со временем башни с флюгерами, предначальный цвет и малую сцену, которая может располагаться со стороны сквера Пушкина. Когда мы подходим к памятнику, это не просто какое-то новое здание, это не упражнение по композиции, это не собственное творчество. В первую очередь у нас есть историческая правда, у нас есть авторы этого театра, Михаил Чичагов в первую очередь, и группа советских авторов, которые делали реконструкцию. Они остаются и навсегда останутся главными авторами этого здания. Наша роль здесь гораздо более второстепенная. Не соврать, найти и восстановить подлинность. Каждый этап обсуждается на открытых градостроительных советах. Перед началом реконструкции храма искусствам необходимы две обязательные экспертизы. Точная дата окончания работы над проектом стоимостью около 100 миллионов рублей пока неизвестна. Орлов планирует полностью утвердить его весной, а к строительным работам приступить к концу 2021 года. Ну и о том, что заинтересовало самарских пользователей социальных сетей в нашем эксклюзивном мультимедийном проекте «Новости блогов». Блогер Алексей Северкин рассказал, что в Самаре состоялась премьера «Нового мурала» Оксаны Голодковой. На этот раз художница, в обойме которой 8 готовых огромных граффити в разных регионах России, расписывает торец дома на улице Новосадовой, 317. Лейтмотив мурала – девочка, которая свободно дышит полной грудью, «Свобода от масок, перчаток и отрицательный текст на ковид». Работа над этим произведением стартовала в понедельник. Она начинается с 16-17 и продолжается до 23-24 часов каждый день. Наносит рисунок Оксана вместе со своей командой. Для выполнения работы художницы потребуется 300 баллончиков краски и неделя времени. В Самаре уже есть две работы Оксаны Голодковой и Семена Маверского. Они авторы «Мурала» на Новосадовой 200, посвященного врачам. Одна из первых работ художников, приуроченная к Чемпионату мира по футболу – это «Триптик», где прославленный футболист Акинфеев отбивает ногой мяч. В числе работ Оксаны и Семена есть «Муралы» в Сургуте, «Тулы» и завершенная недавно работа в Нижневартовске. На мой вопрос, как Оксана переносит работу на высоте, художница ответила, что уже привыкла. Тем не менее, если выбирать, в чем работать, находясь на высоте, в люльке или гидроподъемнике, Оксана выбирает гидроподъемник. В семье больше всего по этому поводу переживает дочь художницы. Жители села Тимофеевка пожаловались через паблик типичной Тольятти на соседей, возможно, живодеров. Они превратили нашу жизнь в ад, негодуют и односельчане. У них на территории живет огромное количество собак. Сколько их там сказать сложно. Собак они не кормят, даже предполагаем, что наоборот, сами едят. Выскакивают окровавленные собаки, голодные, рыщут по округе. От ужасного воя волосы шевелятся. Такое впечатление, что им живым просто отрывают голову. В полиции разводят руками. Нужны факты. Там высокий забор, деревья. Где эти факты взять? Отлов тоже не смог ничего сделать. Как жить в такой обстановке? Сами жители туда идти боятся, так как человек большую часть жизни провел в тюрьме. Он неадекватный, поэтому никто не рискует туда соваться. Вот такой окровавленный пес с кровавой дырой в шее бегал по улице. Увидев, что снимаем на телефон, этот человек вышел и забрал его во двор. Ежедневная редакция телеканала «Терра» принимает десятки звонков от телезрителей. И ни одна наша программа не обходится без вашего участия. Совокупная аудитория «Терра» составляет 400 тысяч человек в сутки. В круглосуточном доступе новости Самары от журналистов нашей компании представлены на сайте trkterra.ru и в наших пабликах социальных сетей. Комментарии горожан на злободневные темы, альтернативную точку зрения, иронию и юмор вы найдете на нашей странице в соцсети Facebook. А наш выпуск на этом завершен. Впереди вас ждет прогноз погоды. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»